Козероги, приветствую вас, мои дорогие. Давайте вместе с вами посмотрим, что вам уже высшие силы подсказывают на август месяц, на начало месяца, на середине и на конец месяца. И в конце расклада мы возьмем карту совета для вас, что вам высшие силы подсказывают. И если вы готовы, давайте мы начнем. Первая карта для вас, мои дорогие, Козероги и карта смерти. Карта смерти показывает завершение чего-то старого и начало чего-то нового. Как будто у вас на данный момент уже происходит чего-то, знаете, то, что было по-старому, уже как бы не может быть чего-то по-новому. У вас идет вот эта следующая карта для вас, мои дорогие Козероги. Это колесо фортома. На начало месяца может показать то, что вот у вас как будто здесь идет, вот даже потому что здесь это старший аркан, и здесь показывает то, что у вас идет на данный момент. Это ваше, ну, как бы по судьбе это должно произойти. У вас как будто происходит трансформация, которая у вас идет к завершению на данный момент. И вот начало месяца. Следующая карта для вас, мои дорогие Козероги, на начало месяца августа это выходит девятка Пентакли. А вот девятка Пентакли как будто показывает ваше бездействие, как будто, знаете, у вас какие-то страхи, как будто какой-то неуверенность, то, что у вас есть, знаете. Хотя на данный момент вот показывает то, что как бы вы имеете чего вам нужно, вы имеете. Но как будто вот какая-то тоска идет у вас, как будто какой-то страх идет вот на начало месяца. следующая карта для вас мои дорогие козероги эта карта у нас выходит карта король кубков и король кубков здесь для мужчины если показать то то что ваше состояние как будто внутреннее состояние вы как будто знаете еще знаете тоску и типа кого-то то что вы как бы с кем у вас завершение случилось вот как будто у вас это идет как будто вот такое а если для женщины женщина как будто вот вспоминает вот ну здесь больше идет как как любимого человека как будто как будто к человеку где у вас были как бы эмоции вот такое вот следующая карта для вас мои дорогие рыцарь кубка рыцарь кубкова здесь и показывать, здесь касается тема тоже отношений, то, что как будто вы понимаете, что как бы произошло по смерти, вот в начале августа у вас как бы идет то, что вы, у вас даже разрыв связи идет, это то, что вот может быть то, что на расстоянии, но вы как будто тоскуете по человеку, вы как будто у вас опять вот, знаете, внутри кипит вот это, эти чувства, вот эти эмоции, которые есть у вас внутри. Следующая карта для вас, мои дорогие козеревки, посмотрим уже на середине месяца. На середине месяца, вот, пашкубка, опять вот пашкубка показывает то, что вы, у вас был знаете, как разрыв чего-то то, что вы любили, чего-то то, что вы как знаете вспоминаете, чего-то что вы как будто тоскуете по человеку. И здесь у вас это, здесь, знаете, Здесь еще показывает то, что здесь может быть даже были такие отношения для больше, как бы я могу сказать, как бы ну такие легкие, как бы могу сказать, вот такие формата легкого формата. Следующая, где сейчас на данный момент уже как бы вот начало месяца показывает то, что как бы они закончены, тоже здесь еще может показывать. Следующая карта на середине месяца для вас, пятерка меча, пятерка меча, вот и здесь показывает то, что у вас есть еще страх из прошлого, то, что вы как будто почему-то, как будто вы вспоминаете то, что у вас было чего-то в прошлом, и вы как будто на данный момент вот как будто думаете, может быть судьба так, что я еще встречу человека, я еще, ну появится человек в моей жизни, вы как будто еще ждете, как будто вот состояние, как будто когда ждете вот человека, чтобы вернулся, то, что как будто в вас, вы думаете, что у вас еще судьба как бы еще сведет с ним. Следующая карта для вас на середине месяца, и это пятерка кубка, пятерка кубка показывает то, что боль, которая внутри вас, вот то, что вы как бы ту тяжесть на душе, которая у вас есть, вы осознаете то, что вот, но она как будто тянется вот это из прошлого, как будто вы не отпускаете ситуацию. Следующая карта для вас это Туз Пентакли. И вот на середину, это середину уже августа, мои дорогие козероги, как будто здесь вам дается, даже если касаться, что вы вспоминаете какого-то человека, вот отношения, которые у вас были, любили человека, у вас как будто уже на середине, у вас дается возможность, как будто чтобы вы больше вкладывались в работу, для того, чтобы вот эти вот вспоминания вот из прошлого, чтобы вы не тосковали по человеку, вы как будто вам дается возможность вот именно вкладываться в финансы, вот в работе, вот такое вот состояние у вас идет. Следующая карта у вас на середине месяца, и это двойка кубка. Двойка кубка что показывает? То, что здесь может то, что, знаете, уже как будто вам дается больше, знаете, вот после какой-то боли, какое-то внутреннее такое состояние, то, что скорбите, ну как бы вспоминаете человека, вам дается то, для того, чтобы вы вкладывались, вот у вас дается в новые возможности, и дается то, что как бы чтобы вы наполнились внутренней энергией для того, чтобы как бы может даже то, чтобы забыли человека, вот то, что вот. Следующая карта для вас, мои дорогие козероги, это на конец месяца августа и показывает, вот, я о чем и говорю, вам дается вот уже в конец, чтобы вы разрушили чего-то, но здесь вы как будто должны сами разрушить, вы как будто должны вот этот разрыв, даже вот по смерти показывать, должны все, потому что вам больно, вы страдаете. Здесь идет больше, чтобы вы больше вкладывались в работу, чтобы вы как будто здесь, знаете, здесь даже работать над собой, убрать чего-то, вот какие-то стереотипы, какие-то привычки, чего-то, то, что вас разрушает, но это вы должны сами делать, не кто-то для вас, а вы сами должны делать. Карта вообще. Следующая карта для вас, мои дорогие, это король жезлов, и король жезлов показывает ваше благородство. Благодаря ваше благородство вы начнете, вы поймете, что вам нужно вот разрушить в вашей жизни. Следующая карта шестерка мечей. А шестерка мечей вот показывает, как бы после того, что вы чего-то вот тоскуете, чего-то вспоминаете, чего-то вы внутри, вот как будто, знаете, изнутри вот все, что ваша боль, вы как будто должны уходить от этого, вы как будто должны идти вперед и не останавливаться. Следующая карта, мои дорогие, для вас на конец месяца, это звезда. А карта звезды и показывает, если вы будете уже ставить цели, но уже у вас идет вот на середине месяца, дается эту возможность, вот дается, чтобы вкладываться в чего-то, вот чтобы вы начали чего-то, вот для того, чтобы вы убрали то, что у вас вот идет вот вспоминание человека, вот с прошлого, то вы как будто уже в конец, уже вы уже осознаете, вы как будто ставите цели, то, что вы двигаетесь дальше. Следующая карта для вас, мои дорогие козероги, это будет карта совета, что вам высшие силы, а высшие силы что вам говорит? Вот убирайте ваши страхи, вот поэтому и показывает, что вы должны сами убрать ваши страхи, вы должны что-то разрушить в своей жизни, а это разрушить, что нужно? Вот разрушить, именно бороться, здесь еще карта показывает то, что вы должны бороться, идти вперед для того, а идти вперед, что надо, иногда, чтобы нам двигаться дальше, мы имеем наши страхи.